Наши и зарубежные телевизионные каналы На днях все, кому не лень, начиная от крупнейших телевизионных каналов, наших и зарубежных, и кончая различными менее масштабными средствами массовой информации, все показывали, как Зеленский обнимается с польским президентом Дудой, и как они вместе клянутся друг другу в любви и вечной верности. Дальше возник вопрос о том, а это что-то значит? Или ничего не значит? А если что-то значит, то что именно значит? Ну, типа, вот сейчас там поляки свои войска введут на Украину, или это просто жест вежливости, или это какой-то пиар-ход, или это какая-то там, не знаю, частная загогулина на фоне больших процессов? Как на эти вопросы отвечать? И надо ли на них отвечать? И если на них не отвечать, то что, собственно, означает собой непрерывный такой поток сообщений? Вот произошло это, 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 и вот это, и это. Рано или поздно люди же спросят, а в чем смысл этих сообщений? Они что с собой несут? Что значат? И на эти вопросы можно отвечать или фантазийно, иначе это называется конспирологически, да? Я не хочу сказать, что заговоров вообще нет. Я считаю, что заговоры-то есть, а не самое реальное, что только есть на свете. Но конспирология – это такое сведение всего, что происходит в жизни, к одному какому заговору, неважно, еврейскому, исламскому, или какому-то другому, инопланетному, неважно. Либо это будет таким способом интерпретировано, либо это никак не будет интерпретировано, и тогда все захлебнется в этом потоке сообщений, так называемых новостей. Либо этому будет придан какой-то реальный смысл. Но для того, чтобы этот смысл мог быть получен, нужно же чем-то обладать, каким-то объемом знаний, каким-то содержанием. И, в частности, для того, чтобы разобраться в том, почему так обнимались Зеленский и Дуда, надо знать не только то, что происходит у нас на глазах, а то, что происходило раньше. Как тянулась эта нить через бездны исторических времен? И куда она дотянулась-то? Вот этот, знаете, сказочный клубок, когда кидают нитку, раскручивается, раскручивается она куда-нибудь, и потом куда-нибудь приводит. Вот она привела эта нитка вот в эти объятия Зеленского и Дуды. А откуда она тянулась? И что это за нитка? И существует ли она вообще? Иногда людям кажется, что они живут в безвоздушном пространстве или в пространстве, в котором просто они существуют как частные лица, и все оно является их только частным пространством и точка. А все остальное или мешает, или живет параллельно с ними, или они как-то в это вписываются. Но ведь никто не отменил некого представления о предназначении как каждого отдельного человека, так и, предположим, нашего Отечества. Оно же к чему-то предназначено, там, может быть, все роковым образом и не предопределено, но оно же движется в пределах определенных фундаментальных исторических константов, исторического времени. Может человек вообще существовать вне этого времени или нет? Наверное, может. Но как? Как он будет существовать? Наша страна говорила, что она предназначена для таких-то великих свершений. «Знамя страны моей мы пронесем через миры и века». Потом было сказано, что никакого такого особенного, уникального предназначения, иногда называемого «миссии» вроде как и нет, а, в общем-то, предназначены мы для того, чтобы нормально жить. В самой стране, ну и каждому отдельному ее гражданину. Дальше возник естественный вопрос о том, а что такое нормальная жизнь? Как каждый ее понимает? И что в ней зависит от воли человека, а что предопределено чем-то другим? Какими-то более фундаментальными константами, в которые он так или иначе вписан. И должно быть так, что он не вписан или не должно? Ему-то самому, этому человеку, от того, что он откажется вписываться в эти параметры, ему станет легче в каком-то смысле, может быть, но будет ли он от этого подлиннее и счастливее? Что такое эта самая нормальная жизнь? Когда-то в среде психологов, где-нибудь, наверное, в 20-е годы, 20-го века, шел бурный спор о том, что такой нормальный человек. Ну, ясно, что не среднестатистически. И, наконец, пришли как к учителю и такому духовному отцу к Зигмунду Фрейду. Не будем обсуждать сейчас, прав ли был Зигмунд Фрейд в своей теории. Я-то считаю, что нет. Главное, что он был человеком очень умным, глубоким и ужасно ценимым всеми теми, кто спрашивал у него совета. Ну, вот они и пришли за советом. Приволокли за собой всякие профили личности, черти что, и сбоку бантик, потому что все понимали, повторяю, что не средний же человек есть нормальный, а что эта норма, она должна быть откуда-то взята. Фрейд посмотрел на все их миллиметровки, где они рисовали эти самые профили личности, на все их вычисления, выкладки, на понятийные аппараты, которые они используют и так далее. Потом сказал, нормальный человек – это человек, который может любить и работать, и идите все вон. Это очень неглупая формулировка. И тогда возникает вопрос. А сегодняшний мир, таким, как он устроен, он как бы предназначает человека к тому, чтобы он любил и работал. Или он отнимает и то, и другое. Если оглянуться вокруг и посмотреть, что творит западная цивилизация, которая до сих пор утверждает, что именно она определяет мегатренд, то делается все, чтобы отнять у человека способность любить и работать. Если подработать, имеется в виду творческая деятельность, творческая созидательная деятельность. Так можно ли нормально жить, если мегатренд отнимает А и Б? То есть два параметра этой нормальной жизни. Что тогда называется этой самой нормальной жизнью, к которой надо стремиться? Это жизнь без любви? Или с таким ущемленным и усеченным понятием о любви, при котором жизнь иначе как прозябанием назвать нельзя? В этой жизни есть место жертве, подвижничеству, восхождению человека. И если всему этому места нет, то эту жизнь придется назвать так, как ее называли всегда, прозябанием. А разве прозябанием может быть нормальной жизнью? Это касается отдельного человека. И это очень серьезный вопрос о том, что такое нормальная жизнь. Человек сам по себе – это самое ненормальное из всех живых существ. Или, возможно, единственное ненормальное живое существо. «Быть человеком и быть ненормальным» – это синонимы, потому что единственное живое существо, которое знает о том, что оно смертно, это человек. Оно знает, оно живет. И это очень сложный вопрос. Многие антропологи еще тогда, когда первобытные племена были по-настоящему первобытными, ну, где-нибудь в Австралии в 19 веке, а это чаще всего были какие-нибудь священники протестантские, католические. Они наблюдали, как племена впадают в панику, если они понимают, что член племени умер просто так, вот обычный, нормальный, вот взял и умер. Члены племени начинают выйти, разбегаются, впадают в панику. И тогда задача шамана, духовного вождя племени, сказать – нет, наш брат не просто умер, его убил. Темный черный человек, он натянул лук, пронзил стрелой, и вот я это вижу. А давайте теперь мы все вместе ответим этому человеку. А давайте все вместе будем провожать этого человека в мир иной, а давайте поможем ему. «Человек очень трудно строит отношения с понятием своей смертности». Ряд философов называл эту сложность смертной болезнью. Так нормальная жизнь предполагает смертную болезнь? А ведь помимо воли к жизни, которая существует, есть еще и воля к смерти. Фрейд тот же самый называл ее Деструда, Танатас, неважно. Так нормальная жизнь включает в себя волю к смерти? Как она отстраивает себя от смерти? Она же не существует помимо нее. Или это все как у великого инквизитора? Огромное количество счастливых младенцев, которые не будут знать о своей смертности, и немного страдальцев, взявших на себя вопрос «Познание добра и зла». Это нормальная жизнь? Что это такое? Что это такое для нас, для нашей страны? И, наконец, что такое нормальная жизнь страны? Потому что нормальная жизнь страны не складывается, она не сумма наших всех нормальных жизней. Страна есть историческая личность со своим историческим предназначением. Возвращаясь к главному, она живет определенным образом. Как она может жить? Как она хочет жить? Как здесь может и хочет соотноситься друг с другом? Это же нетривиальный вопрос. И все ответы на такие вопросы, а потребность в таких ответах нарастает при таких крутых поворотах, один из которых мы видим сейчас, начиная с 24 февраля. И очень надолго этот крутой поворот стал неотъемлемой и решающей составляющей нашей жизни. Так вот, особенно в такие эпохи, вот этот вопрос о том, где тут возможное, желанное, как они соотносятся друг с другом, они становятся очень важными, такие вопросы. Они требуют каких-то ответов. И даже тогда, когда, может быть, важнее всего, это какой еще город там взят на Украине, и как именно разворачивается вся эта наша специальная операция, даже в это время просто без таких ответов жить невозможно. Хотя бы потому, что для масс людей, больших масс людей, я не буду говорить только о беженцах, вообще для огромного количества людей произошло некое выкидывание из привычной колеи. И люди хотят понять, почему их выкинули, куда их выкинули, сколь долго это будет продолжаться, чем это чревато. Что такое эта самая жизнь? Общемировая, нормальная она или нет? Я только убежден, что она патологическая предельно, но неважно. Что такое, как проекция этой жизни, наша жизнь здесь, в России? Что такое, как проекция жизни в России, жизнь каждого отдельного человека? Ведь он живет в России. Если, конечно, он хочет жить где-то еще, это его абсолютное право. Но если он живет в России, он же не может жить в отрыве от признания данного очевидного обстоятельства. Потому что, может, он хочет жить счастливо, спокойно, комфортно и как угодно. Но если Россия предназначена к тому, чтобы ее бомбили, так и его будут бомбить. Это же носит неотменяемый характер, если существует некая предназначенность. А откуда ее извлечь? Как ее извлечь из того, что нам дано? Конечно, тут история является абсолютным чемпионом в том, что касается возможностей подобного извлечения, смысла, предназначения из всего того, что мы видим. Дуда и Зеленский обнялись так-то. Окей. Какие-то там польские батальоны то ли войдут, нет ли не войдут на территорию Украины. Окей. Это все какие-то слагаемые чего-то большего, того, что действительно предопределит нашу жизнь, того, что связано с нашим предназначением. Или это само по себе, а все остальное само по себе в огороде Бузина, в Киеве дядька. И мне всегда хотелось получить четкий ответ на один вопрос. А неужели есть люди, которые реально, вот натурально до конца не верят в свое предназначение, предназначение страны, во все, что с этим связано, не верят в это несокрушимое единство прошлого, настоящего и будущего, в единство исторического времени, в свою необходимость и желанность пребывания внутри этого исторического времени, в возможность получить это предназначение только внутри него, и только получив его, жить счастливо? Что, в принципе, может быть, будет с этим предназначением? В чем оно состоит? И как с ним разбираться? Вот этот круг – это предназначение. То ли оно есть, то ли его нет. Мы будем считать, что оно есть. Тогда для нас главный вопрос заключается в следующем. Что можно делать? Можно его игнорировать. И это одна жизнь. Можно его отбрасывать. И можно с ним взаимодействовать. Есть только три пути. Ну, отбрасывать это понятно. Вот сейчас какое-то количество людей уехало из России, поняв, что в ней будет происходить. Ну, кто бы стал их упрекать? Только не я. Это их выбор. Они свое предназначение отбросили. В том его виде, в том его виде, в каком оно является частью предназначения их страны. Это не хухры-мухры, это не мелочь. Говорить на родном языке, жить в родном рельефе, взаимодействовать с такими же, как ты, существовать в этом историческом потоке. Разделять с другими систему ценностей, вообще жить как бы вместе с ними, а не отдельно от них. Быть открытым им, получать энергию от них, получать энергию назад. Я знаю людей-мигрантов, которые всю последующую жизнь занимались только одним. Они доказывали себе яростно, что неправильно сделали, что уехали. Причем яростность этих доказательств была так велика, что возник вопрос, а зачем так яростно это доказывать постоянно? Может быть, потому что внутри такой гложет червь сомнения, что дальше некуда? И так отбрасывать понятно. Теперь игнорировать. Живу себе, живу, моя хата с краю и так далее. Так вот, мои дорогие, даже в обычную эпоху оно по твою душу придет, это предназначение. Не прямо, это косвенно. Когда ты его откинул или проигнорировал, оно там тебя изнутри съест. Там, знаете, как в теории полупроводников, есть дырка, как такой же элемент, как активная структура, в проводнике. Там будет дырка встроена в это дело. И внутри этой дырки начнутся свои процессы. И при отбрасывании. Я знаю, что такое горечь этого эмигрантского существования. И при игнорировании. Потому что проигнорировать-то нельзя. Нужно так закрыться от жизни, так замкнуться в какую-то маленькую конуру, чтобы там, внутри этого замыкания, начались уже энтропийные процессы. Человек не может так закрыться. Человек один не может ни черта, сказал герой Хемингуэя. Да? Значит, можно только так или иначе взаимодействовать с этим предназначением. Но тогда его каким-то способом надо увидеть. А его нельзя увидеть при понятном мне в обычной ситуации безразличие к истории. В ситуации, когда история – это дело отдельных специалистов. Ну, а так ведь не должно быть. Иначе окажется, что все – дело всех. Мы существуем в ситуации чудовищного забывания истории. Мы существуем в ситуации, когда ценность самой этой истории оказывается проблематичной. Там что-то было при царе Горохе, а теперь все другое. Копереча не то, что давеча. Не тянется для многих эта нить из глубин прошлого, в современности, из нее в будущее. Нет нитки такой, понимаете? Нет нити времени. Все отдельно, все изрезано какими-то ножницами на мелкий кусочек. И каждый кусочек существует сам по себе. Шевелится, как маленький червячок. Так вот, я просто предлагаю в качестве примера посмотреть на то, что означают собой объятия Дуды и Зеленского и все заявления, которые вокруг этого делались. А они были очень серьезные. О новых правах поляков на Украине, о каких-то там таких взаимодействиях, которые уже сильно проблематизируют какой-нибудь суверенитет Украины, который на самом деле давно проблематизирован, но уж тут-то он каким-то очень смачным и определенным образом проблематизирован. Вот давайте посмотрим, разматывая клубок времен, нить времени, как именно докатился этот клубочек до объятий Дуды и Зеленского и откуда он катится, когда все это началось. А началось это, товарищи, господа, братья, сестры, друзья, не абы тогда, а в тысяча восемнадцатом году. У этого начала есть определенная дата. Все началось тысячу четыре года назад. Вот теперь закройте глаза и представьте себе этот интервал времени. Это не столетие, не два столетия, не три. Это тысяча лет с хвостиком. Тогда это и началось. Жил-то был такой святополк окаянный. Окаянным его называли за убийство Бориса и Глеба, и был это такой киевский князь. Так вот, этот святополк, который боролся со своим братом Ярославом, привел в Киев первые войска польского государства для борьбы со своим братом. Будущий польский король Борислав I пришел вместе с наемными печенекскими частями и утвердил того, кого хотел на этом самом киевском престоле русском. Вот тогда впервые поляки попытались, так сказать, сильно подредактировать историю Древней Руси. Правда, утвердив этого святополка, скажем так, все аналогии хромают, Дуда, утвердив этого Зеленского и оказав ему помощь в борьбе с другими, то есть в данном случае с нами, почему-то не захотел окончательно этого святополка усадить на трон, а как-то начал чесать репу по поводу того, не может ли он сам стать королем киевским. Кончилось это какими-то восстаниями. Поляки ушли, заодно прихватили волынь с собой по дорожке в качестве такого маленького подарка. И на этом микроэпизод древней русской или совместной русско-польской истории кончился. Но эпизод кончился, а нитка продолжала разматываться. Уже другие киевские князья, Мстислав Храбрый, Ярослав Мудрый, выступили в поход на Польшу и сказали, поляки, сволочи, не много ли вы хапнули? И не посягаете ли вы на наш суверенитет и территориальную целостность? Были возвращены Руси города Перемышль-Червень. Потом, где-нибудь около двухсот лет прошло с того момента, как Болеслав Первый затеял свое вторжение и свою специфическую помощь Святополку Окаянному. Потом уже произошло резкое укрепление Руси. Там Роман Мстиславович объединил Галицкое-Волынское княжество, занял Киев, создал сильное государство. И вроде все вернулось на круги своя. Потом там началась новая история. Возникла на Руси боярская смута. Связано это было с деятельностью такого галицко-волынского князя Болеслава Юрия Второго. Что сделали поляки, поняв, что эта Русь слабеет, они тут же начали наезжать на эту Русь и пытаться ее пригнуть по возможности так сильно, как можно, а желательно бы до конца. В этой связи я хочу оговорить одно неизменное обстоятельство польской истории. Польские концепции от древнейших времен и поныне называются именами двух царей. Одного легендарного – Пяста. Это концепция Пяста, а другая – вполне реальная егионовская концепция. Согласно концепции Пяста, Польша – это такое сильное национальное государство, которое не выходит за свои границы, мирно сидит там, где ему положено, на своей территории, растит экономику, взращивает культуру и так далее, и по возможности дружит с немецкими землями. Это тоже было оговорено в данной концепции. По гораздо более поздней концепции егионов Польша – это абсолютно мессианская страна, задача которой привести восточноевропейские земли к западным идеалам. Для этого их надо покорить, включить свой состав в качестве колонии или полуколонии и распространить себя на максимально большую территорию, стать огромной империей. Это концепция егионов. И не только в древности эти две концепции боролись друг с другом. Они вот сейчас борются в современной Польше. Это очень большая есть аналогия между этой пястовской концепцией очень древней и современной концепцией турок, которые говорили, что вот они кемалисты. Они будут строить национальное государство в своих границах без всякой экспансии. А потом возник вот этот османизм-туранизм как другая турецкая концепция. Вот у Турции есть две концепции, у Польши тоже. Они называются Пяста и егионов. Значит, тогда еще принадлежащий к этой концепции пястов Казимир Третий, он нарушил пястовское правило. Казимир Третий понял, что у соседа дела плохи, у этого Болеслава Юрия Второго. И с молниеносной скоростью занял Пельмышль, Львов и так далее. И осталось это все у него под его эгидой. Дальше опять же поляков пытались отражать. В игру включилась уже не только Польша и Русь, но и Литва, которая существовала отдельно. Литва стала захватывать соответствующим способом разного рода польские города. Потом поляки и литовцы помилились. И в итоге этот Казимир Третий в 1349 году занял уже волы. Но как только распустил часть своей армии, так сразу всякие литовские его конкуренты начали опять объединяться с московскими князьями и отодвигать Польшу назад. Это тени толкай происходило все время. Понимаете? Оно происходит тысячу лет. Затем этот Казимир смирился, потом он опять нарушил договор, потом очередная война. Поляки опять утвердились в том, что касается Голицы и Волыни. Потом опять Литва взяла реванш. И это бы длилось таким способом достаточно долго, даже без того, кого наши украинские, так сказать, противники называют москалями. И если бы не одно обстоятельство, в 1384 году литовский князь и будущий польский король Егелла или Егайла целовал крест и поднялся в верности победителям Орды, московскому князю Дмитрию и его двоюродному праду Владимиру Храброму. Упоминается даже то, что он бы там, может, и женился на дочери Дмитрия Донского, а литовское княжество признало бы власть Москвы. Но, как говорит герой Бориса Годунова, Пимен, бог Сульевуное, Егелла принял предложение стать основателем династии егеонов, которые правили потом несколько веков в Центральной Европе. Ему сказали, слушай, а давай-ка будет так, что ты примешь католичество, ты свою Литву введешь в Польшу, ты женишься на соответствующей польской особе и станешь польским королем Владиславом II. Сдав Литву и приняв католичество, он согласился. Вот так возникло нечто невероятно важное с точки зрения сегодняшнего дня. Речь Посполита, эта концепция егеонов говорит о том, что Речь Посполита всегда должна осуществлять экспансию, потому что у нее миссия такая – всех завоевать, окатоличить, превратить в западных, натуральных людей и ввести в основную Европу. И эта Речь Посполитая занимала и территорию современной Польши, и Украины, Белоруссии, Литвы, части России, потом Латвию, Эстонию, Молдавию, Словакию. Чуете, какая память у тех, кто исповедует концепцию егеонов? Но это еще не все. А потом наступило смутное время, и поляки пошли на Москву, на Тверь, разорили многие северные города, вырезали Кенешмо, сожгли Галич, грабили, насиловали. Да, конечно, в ответ на это возникло народное ополчение, Минин и Пожарский и все прочее, но не надо здесь это все упрощать, что взяли, сдунули, плюнули, выгнали и все. Не так было. В 1612 году это ополчение выгнало Хаткевича и поляков из Москвы, но после этого было подписано перемирие, по которому было признано, что польскими являются Смоленц, Чернигров, Драгобуш и другие города. Этим кончилась первая русско-польская война. А что потом? А потом была вторая русско-польская война. И поляки всего лишь отказались от претензий на русский трон. А после первой войны не отказались. А потом новая война за право преобладания левобережной Украиной. 30 лет шла война на истощение. И только потом поляки подписали Андрусовское перемирие, по которому отказались от Смоленской и Северских земель и от Черниговского воеводства. Тогда поляки признали, что левобережная Украина это русская территория. А Киев передали русским на два года. На территории Запорожской сечи было установлено совместное польско-российское управление. А затем в 1686 году Россия и Польша подписали вечный мир, по которому поляки отказались от претензий на Киев за 146 тысяч тогдашних рублей. Русские купили Киев за 146 тысяч рублей, которые, конечно, тогда были не такими, как сегодня. Значит, после этого русско-польские войны продолжались. И закончились они первым разделом Польши 1772 годом. И этот раздел признал польский Сейм. Потом произошел второй раздел Польши в 1793 году в разгаре Великой Французской революции. Он произошел при участии России и Пруссии. И Россия получила часть Белоруссии, восточную часть Полесья, Подолия, часть Волыни. Потом третий раздел Речи Посполитой в 1795 году. Соловьев по поводу этого раздела говорил, что мы получили то, что нам естественному праву полагалось. Сама природа указала нам границы и так далее. Екатерина II, кстати, сожалела, что Галиция оказалась в Австрии, она хотела ее выменить и так далее. Этому окончательному разделу Польши и ликвидации польского государства надолго и всерьез пытался чуть-чуть помешать Наполеон, который там организовал некое герцогство Варшавска и все прочее. Но потом Наполеон был побежден, и это все утвердилось. И надо понять, что с 1795 по 1917 год у поляков не было государства. Оно было ликвидировано. Все началось на этом цикле русско-польских отношений. Тем, что Москва была под поляками, а кончилось тем, что Польши не было вообще на протяжении очень длительного периода времени. Потом, между прочим, не при Ленине, и это не значит, что Ленин бы этого тоже не сделал, но это произошло еще в ходе февральской революции. Полякам сообщили, что они существуют отдельно, что им разрешают, так сказать, обрести заново эту государственность. А в 1918 году эта государственность стала частью обустроенного мира после Первой мировой войны. И вот тут Речь Посполита опять заиграла всеми красками. Она стала стремиться к завоеваниям. Украина была ослаблена. Россия советская тоже до предела. Она захватывала, нечто захватывала. По ней долбанули буденовцы и все остальные. Но нависли. Буденовская армия была отброшена. И по результатам все-таки договорились о том, что вот там здесь вы, здесь мы. И мы существуем на неких паритетных основаниях. Речь Посполита никогда, вторая уже Речь Посполита, так сказать, никогда на этих основаниях не хотела существовать до конца. Ее страшная милитаризация и имперские претензии начались сразу же после того, как худо-бедно как-то о чем-то договорились. Условик слабости советской России. Она хотела больше, больше и больше. И демократией она тоже существовала совсем недолго. Пелсуцкий пришел к власти, потом ненадолго ушел, потом окончательно пришел. Произошел переворот Пелсуцкого. То, что возник вот дальше, вряд ли можно было называть демократией. Возник культ Пелсуцкого. А также два тезиса. Первое. Радикальная полонизация Украины. Дерусификация, деукраинизация вместе. Ликвидация русских украинских школ. Ликвидация всех зачатков в самостоятельной украинской русской жизни на этих территориях, которые вошли в Речь Посполитую. Школы уничтожались тысячами. Полонизация происходила в крайне насильственных формах. Все это оформлялось диктатурой Пелсуцкого. Дальше, конечно, то, что потом было взято на вооружение Бендерой. Поляки объявили фундаментальную доктрину санации. Абсолютно аналогичную украинской доктрине сведомых и несведомых. И связанную с делением людей на сорта и виды. В пределах санации было объявлено, что большинство поляков, в связи с тем, что долго не было государства и вообще очень много бардака, является морально нездоровым большинством. А рушководить этим морально нездоровым большинством должно морально здоровое меньшинство, состоящее из тех, кто верен Пелсуцкому. Это была не болтовня. Это была реальная стратегия, которая реальным образом начала осуществляться. И на это ушли все годы до прихода к власти Адольфа Гитлера. В рамках этой истории поляки очень хотели дружить с Гитлером. Они надеялись, что Гитлер возьмет их в союзники против России. Они убеждали в этом Гитлера. Они все дальше и дальше шли в сторону польского нацизма. Они навертелись, где-то пытались быть умеренными по типу Муссолини, но уже они Гитлера прославляли и все. Просто Гитлер этого не хотел. Когда Гитлер добился этого мюнхенского сговора, и там начали делить Чехословакию, Польша как гиена, как говорил Черчилль, участвовала в разделе этой самой Чехословакии. Потом начались, собственно, польские процессы. Но мне хотелось бы подробнее остановиться на фигуре Пилсудского и всего, что он привнес в польскую политику, потому что это все существует и сейчас. Уже в 1904 году Пилсудский пожаловал к японцам и сказал им, милые японцы, давайте мы вам поможем победить Россию. А как мы будем помогать? А мы создадим, знаете ли, такой прометеизм. Прометей – великая фигура, трагедия Исхила – одно из величайших произведений в мировой культуре. Сам этот образ – это образ, который, безусловно, является одним из самых светлых, такой предтеча Христа, и много тут всего хорошего. Но для поляков Прометей – это была бедная распятая Польша, а коршун, который ее терзал – это, конечно, была Россия. И в рамках этого прометеизма разговор пошел об одном – о полном и окончательном расчленении России с помощью Польши. Для того, чтобы закрепить эту концепцию, Пилсудский создал некую другую концепцию, не только прометеистскую, но и так называемую «междуморье». Речь шла об империи, и не надо нам лугать, что между Балтийским и Черным морем, между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Империя Пилсудского не ограничилась территорией Речи Посполитой. Она предполагала включение в союзное образование Прибалтики, Чехословакии, Венгрии, Сербии, Румынии, а, возможно, как говорил Пилсудский, Финляндии и Грузии. Советская Россия несколько поумерила эти аппетиты, пришлось их сдержать, но концепция осталась и прометеистская, и междуморья. И недавно, совсем недавно, это лет пять назад, она снова воскресла. Нет ничего более повторяющегося, чем польский экспозиционизм, егелонство, это самое. Меняются люди, меняются исторические условия. Польша исчезает и возникает. И каждый раз, возникая, она повторяет одно и то же. И то, что видели в виде объятий Дуды и Зеленского, это только часть этого повтора польской экспансионистской игры. Ну а теперь об этом прометеизме. Это действительно был меморандум Пилсудского еще 1904 года. Там было написано, «Сила и значение Польши среди составных частей российского государства побуждают нас поставить перед собой политическую цель, разбить российское государство на его основные составные элементы и освободить страны, насильственно включенные в эту империю». Пилсудский. Поэтому вся дальнейшая доктрина о порабощенных народах – это часть вот этой доктрины. Пытались воплотить всю жизнь и развалить Россию. Сначала царскую в 1904-м, потом, когда уже возникла Польша, советскую, любую демократическую, супердемократическую, прозападную, абсолютно не имеет никакого значения в рамках концепции Междуморья и прометеизма. Пытались все это сделать вместе с Петлюрой. Потом Петлюру убили. Потом начали затягивать в эту организацию, в этот прометеизм, эмигрантские правительства Грузии, Азербайджана, Армении, крымских татар, донских казаков, и Дель-Урал, и Туркестан. Ни о каких отдельных, не касающихся нас, шурах-мурах, между Украиной и Польшей речи не было. Претензии всегда были гораздо более фундаментальными. Польша жертва, Христос народов, и так далее, страдающий Прометея, и так далее, и тому подобное. Надо сказать, что все эти пилсудские фокусы начались-то не с Савогиусуцкого. Еще до него, в центре польской эмиграции XIX века, который назывался Отель Ламбер, таким Адамом Черторийским, очень известной фигурой, другими, была вся эта концепция развала Российской империи сооружена и приведена в действие. И ничего нет более постоянного для польской внешней политики, чем вот такое вот мечтание о том, чтобы раздербанить всю эту Россию в клочья. А что касается всего остального, то, конечно, осуществить санацию. И уж если даже над поляками, то уж над окраинцами-то тем более. Все это, кстати, происходило при известном нам белоленточном еще лозунге «За нашу и вашу свободу». История этого лозунга длинная. Он был заведен поляками, использован Герцаном, потом приведен в постсоветскую Россию. Нет ничего более поразительного, чем инварианты польского политического поведения. Считается специалистами по разведке, что самую мощную сеть по развалу Советской России, потом СССР, создали, конечно, прометеевцы. И что эта сеть была абсолютно актуальной, точной, конкретной и работала практически, а не вообще. Союз порабощенных народов. В 1928 году это были такие народы. Азербайджана, Дона, Карелии, Грузии, Идальурала, Ингрии, Крыма, Коми, Кубани, Северного Кавказа, Туркестана, Украины. Наиболее известный, такой очень талантливый польский спецслужбист, который все это курировал, это была спецсеть абсолютно такая агентурного типа. Это был такой Хорошевич. Аналогов данной сети по масштабу и эффективности в 20-е и 30-е годы 20-го века просто не было. Рядом с этой сетью создается Восточный институт, который прямо курируется разведкой Польши, так называемой второй экспозитурой, и лично этим Хорошевичем. Там же начинает работать востоковедческий, заметьте, кружок молодежи. И так постепенно из всего этого выплывает очень важная для нас фигура ежегитройца, который на протяжении лет 70-ти полностью задавал константы той егелоновской польской политики, которая, модифицируясь чуть-чуть на словах, всегда имела однозначный экспансионистский характер. Сам этот Гидройц все время кокетничал, что он там не нацист, он там умеренный националист и так далее и тому подобное. Но все, с кем он работал, стремительно скатывались в сторону гитлеровского нацизма. А потом, после того, как Гитлер полностью ликвидировал Польшу и поднял ее под себя, после этого большая часть прометеизма ушла не к британской разведке, что казалось естественным, а к немецкой. И только после разгрома Германии две части этого прометеизма соединились в Британии. И началась новая история. История борьбы эмигрантских правительств против социалистической Польши. И опять же, вся эта история раскручивалась только одним способом. Польша была освобождена от Гитлера советскими войсками. Все эти разговоры про армию Краеву и все остальное, которое, кстати, было крайне антисемитски настроено и по своим внутренним идеологическим ориентирам недалеко ушло от нацизма. Неважно. Все это, это мелочи. Польша, освобождаемая Советским Союзом, была залита кровью наших солдат и офицеров, и генералов нашей армии. Никогда бы ничего поляки не получили назад, если бы не Советский Союз и Сталин. Более того, маневры с границами, там где проходят границы Украины, когда Украина получила новые территории, отнятые у нее Польшей, была связана с тем, что у немцев тоже забирали земли для того, чтобы не обидеть поляков. С поляками носились, как с писаной торбой, именно в виде социалистической Польши. Но все внутри было пронизано русофобией и стремлением вернуться в Речь Посполитую и, вернувшись туда, начать снова уничтожать Россию в любой ипостаси, в советской, постсоветской, в любой. Это и было осуществлено. Польша вернулась к антисоветскому существованию. И это была третья Речь Посполитая. И эта третья Речь Посполитая взяла на вооружение полностью ту доктрину прометеизма и Междуморья, которая разрабатывалась в последние десятилетия 20 века. Именно Гидройсом является поэтому доктрина имени Гидройса. Когда нам говорят, что Гидройс все смягчал, и говорил, что мы там будем дружить, что мы не будем там проводить никаких санаций, что нам надо там в этом регионе, так сказать, какие-то налаживать равные отношения, то он же сам и писал, что все это временные маски для того, чтобы каким-то образом ублажить идиотов и потом ехать на них с нужной силой. Вся эта территория, Украина, Литва, Берлоруссия, УЛБ, называлась Восточные Крессы и была неотъемлемой частью для поляков территории Речи Посполитой, исторической территории Речи Посполитой, к которой надо было вернуться. Сами эти прометеисты и их, так сказать, кураторы вполне себе участвовали в нацизме. В гитлеровском в том числе. Была организация Цепелин, это была польская организация существенно, в которой находились эти прометеисты. Была организация Ягдфербанд Ост, была спецгруппа Винетта, и все это было начинено прометеистами, которые мечтали любым способом развалить советскую или любую другую Россию. Что произошло потом? А потом все это начало реализовываться в жизнь. Как только Польша стала из советской, антисоветской, она так заточилась на Россию в любом виде, что дальше некуда. И она немедленно начала облизываться на эти восточные кресты, на это ОБЛ и так далее, и тому подобное. Но она делала это долго, достаточно осторожно. В ней проходили крупные реформы, кстати, они проходили не худшим образом. Возникает один вопрос, который нам часто задают. А как же лолынская резня, как же могут поляки объединяться с бандеровцами, которые так резали поляков и так далее? Отвечаю, в этом и была суть доктрины геттроица. Геттроиц прямо говорил, про это надо забыть, это надо игнорировать. Мы никогда не сможем правильно взять за гору Украину, если мы на первом этапе не скажем, да, да, Бандера, все хорошо, мы все забыли, мы все простили. А это вообще все коммунисты делали. И это и было сказано. Но до какого-то момента поляки выжидали. Они перестали выжидать тогда, когда стало ясно, что Россия присоединяет Крым, поддерживает Донбасс и готовится к тому, что произошло 24 февраля. С этого момента польская внешняя политика сбросила маски. Она снова стала говорить о Междуморье. Она снова стала говорить о масштабной восточно-европейской коалиции под руководством Польши, которая должна разгромить Россию. Нужно было только дождаться какого-то момента, когда украинцы на это клюнут. И когда Украина будет находиться в состоянии, когда ей можно будет это продиктовать, и она на это согласится. Вот что мы наблюдали на днях. Мы наблюдали вот это состояние, в котором Зеленский, являющийся не только предателем своей собственной доктрины, не только невероятной такой шоумянской мразью, но еще предателем своего народа. Так обнимался с Дудой. Тихое вхождение каких-то батальонов, будет оно, не будет. Это все медленное начало разворачивания большой операции. И никто не забыл из тех, кто руководит сейчас внешней политикой Польши. И о том, что они были в Москве. И о том, что они контролировали Смоленск. И о том, как они завоевывали Киевскую Русь. Это здесь забыли. Здесь. Потому что есть какое-то ощущение, что можно без предназначения прожить нормальной жизнью, не следя за этим странным, таинственным, историческим клубком. Но ведь в том-то и беда, что это нельзя сделать. Если бы это можно было сделать, то тогда, черт возьми, почему кто-то, кроме узкого круга историков, должен вообще все это знать? Эти фамилии, факты и прочее. Дела давно минувших дней предания старины глубокой. Все. Забыли. Но ведь не так. Совсем не так. Пушкин говорил про кровавые скрижали, которые не читали там. Там читали. У нас перестали читать. И решили, что можно как-то взять, умолиться, расслабиться и чуть-чуть там пожить для себя. Я помню в одном из, по-моему, произведений Шукшина такой был крик какой-то. Дайте пожить, пожить. Герой говорит, живите. Но это герой сказал, живите. Этого никогда не скажет совокупный Запад, потому что польская речь посполитая не существует сама по себе. Она курируется Великобританией и многим еще, разумеется, и США тоже. Вот что лежит на весах. Вот как эти весы туда-сюда качаются, качаются. Вот что совершалось во времена Оны и совершается теперь. Вот что такое русское предназначение, русская судьба. Вот где придется жить. И не проживешь здесь. Иначе, как с полным ощущением масштабности своего предназначения. А может быть, иначе-то и жить не нужно. Но сейчас вопрос не в том, кто считает, что нужно или не нужно, а в том, что нельзя. Все. Всякие дискуссии о том, можно ли пожить без предназначения, кончено. Потому что так сражаться без предназначения нельзя. А это не единственный вариант будущих сражений. Все не кончится на Украине. Все развернется и будет разворачиваться очень и очень долго. Поэтому проигнорировать предназначение не удастся. Отбросить его можно и загнить в эмиграции. А остальные должны с ним взаимодействовать. И взаимодействуя с ним, быть открытыми историческому времени, миссии, судьбе, предназначению и всему тому, с чем может быть жить и более напряженно. Но зато счастливо. До следующих встреч.